Давайте я начну все-таки. Я бы все-таки начал со стихов, потому что мне всегда немножко обидно, когда меня только как Баттер приглашают, раз уж он на блог. И я хочу начать свое выступление с самого начала, с момента сотворения мира. Я вас всех приглашаю сделать такое небольшое путешествие во времени и в пространстве. А стихотворение называется «Вначале было Слово». Вначале было Слово. До того лишь темный дух носился над водой, и крошечное солнце молодое боял Господь из сердца своего. И палом гла, и палом на землю свет, и это было первым чудом света. И потекли до звезд и до планет, сквозь бесконечность световые лета. И начались обычные дела. Текли века, моря салили суши, земля ютила мертвые тела, а небо щедро принимало души. Выходит свет, и Слово был рожден. А коли так, то все подвластно Слову, тому, что было истиной, остовом, поводырем, владыкою, вождем. Из-за него Христос светлоголовый к распятному столбу был пригвожден. Его несли любимым на устах. С нимшки на плаху поднимались в битву. И славясь светловикого Христа, летели к небу чистые молитвы. И где оно теперь, скажите, где? В развалах одноразовых книжонок, проказы иноземной зараженных и пресных, словно каша на воде. Увы, увы, оно уже давно, не убоясь ни Бога и ни черта, эфирною размыто болтовнёй и желтыми газетами истёрт. Зализанное казённым языком, истерзанное уличную бранью, оно давно томится под замком, а не сверкает ярко о грани. Но вот оно, послушное перу, в твою строку легонечко ложится, как маленькое зёрнышко пшеницы, чтоб зацвести, взрасти, заколоситься и, наконец, страница за страницей разлиться в бесконечность точка ру. О, ты, поэт, немногий из людей тебе дана, дана такая сила, чтоб это не вовновь заколосило. Спаши её и царствуй, и владей, чтоб слово проливалось, как елей, как солнце, приходящее с востока. Хали его и песту, и лелей, и говори от сердца, от истока. Давай, поэт, давай, поэт, давай, и словно в вену тяжело больного, ты кровь свою в страху переливай, чтоб навсегда начальник было слово. Ну, давайте всё-таки вспомним, что есть ещё гитара у вас сегодня. Только слово, да? Я хочу вам сделать такой московский снежный подарок. Ну, где ещё дарить такой подарок? Дарить здесь же. Во мне как-то уживаются две любви, любовь к Крыму и любовь к снегу. Я очень люблю снег, вот уже много лет катаюсь на лыжах. И когда приходит весна, когда снег начинает таять, мне всегда такое двоякое чувство. С одной стороны, я, как и вы, радуюсь прихода весны, а с другой стороны, мне жалко, жалко этот снег, который подарил столько эмоций. А в этом году у нас была замечательная снежная зима, спасибо ей. И такая вот песня, прощение со снегом, называется она «Тает снег». За окном, бесплощно, белый, тает снег, обычное дело, топчет снег, кратчины и стаи, он уже практически стаи. Город мой в разводах протален, мокрый пятнист, уже не брутален, он теплом застегнутый на смех, хлопочет, готовится к пасхе. Город солнце кушает жадно, ах, весна, она беспощадна, ах, она такая стяжалка, только снег немножечко жалко. Он сиял под лунной лампадой, он на землю падал и падал, как детей двори пеленая, все на свете заполоняя. То христалла петелью ершистой, то котенком белым пушистым, он на каждом нежился домен и ложился к нам на ладони. Он хрустел под валенком рыжим, он скрипел под легкой лыжей. Шли мы с ним, не чувствуя поры, босиком в крещенскую прорубь, уносясь сосновые дали, мы с тобой его обнимали. И смоленый куталь запах, белый стих от печи лапок. За окном счастливые люди, завтра снега вовсе не будет. Припозднится только в лесах, он бурый, как коричневый сахар. Завтра мир весною задышит, закипит от яблони, вишен будет. Будет птично-лиственно-жарко, только снег немножечко жарко. Только снег немножечко жарко. Мы плавно входим в весну, у вас она уже в самом соку, и у нас она набирает обороты, и у вас и у нас сейчас очень много желтых одуванчиков. Вот о них, ну и о жизни, о нашей стихотворении, которая так и называется одуванчик. День весенний, так обманчив, то как туча, то как шелк, милый, милый одуванчик, как же юнтый, как же желт, солнце рыжее пасется в небосиневом кругу, одуванчики под солнцем, как цыплята на лугу. Огонечки полевые сквозь нечесанную сныть, дружно вытянули вы солнце вешнего избить. Но весна от соловьицы, тяжик времени каблук, побелеет от желтица одуванчиковый лук. Полетят, забьются дымкой, только тунет ветерок, невесомые сединки по обочинам дорог, по лугам, опушкам, поймам упадать в земную плоть. Чтоб задумалось с тобой нам, хорошо решил Господь, Божьим словом, Божьим делом прописал земную суть. Все на этом свете белом за собой оставит путь. Вот и наше, человече, одуванчику подстать, уходить, но бесконечно новой жизнью прорастать. Ну и как бы продолжение этой темы, такой весенней философской песни. А песня называется «Любовь и жизнь». В небе то луна, то солнце светит, на планете голубой. Здесь не только Бог за все в ответе, а еще и мы с тобой. Пой, ветер, пой, родимый, вокруг земли кружись, во век неразделимый любовь и жизнь. Пой, ветер, пой, родимый, вокруг земли кружись, во век неразделимый любовь и жизнь. Жизнь порою то кисла, как щавель, то горька, как сверобой. Но не только Бог за все прощает, а еще и мы с тобой. Рядышком пройдем земною твердью до небесного крыльца, Чтобы доброта и милосердие были с нами до конца. Лей, дождик, лей, родимый, к моим ногам ложись, во век неразделимый любовь и жизнь. Лей, дождик, лей, родимый, к моим ногам ложись, во век неразделимый любовь и жизнь. Нам нельзя на маленькой планете, в одиночку, в разноборе. Здесь не только Бог за все в ответе, а еще и мы с тобой. За души своей открытый ставим домик блока на столе, А еще за то, что мы оставим за собою на земле. За души своей открытый ставим домик блока на столе, А еще за то, что мы оставим за собою на земле. Лети, снежок родимый, Вокруг земли кружись, Вовек необратимы Любовь и жизнь. Лети, снежок родимый, К моим ногам ложись, Они как побратимы Любовь и жизнь. Они как побратимы Любовь и жизнь.